Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, как перевоспитать взрослого человека. Для начала мы этот вопрос существенно упростим. Просто поделим пополам и значительно станет проще. Все евангельские истины могут применяться человеком только в отношении себя. Мы сами по себе эгоисты, и вот здесь как раз в плане Евангелия мы можем здоровый эгоизм проявлять. Поэтому если кто-то собрался другого человека перевоспитывать, взрослого, то сразу может уже почивать на лаврах. Не нужно этого делать. Мы можем воспитывать ребенка, потому что его свободная воля еще ограничена, силу возраста частично. Вот после крестин младенчику священник постерегает волосы, а взрослому человеку после крестин не постерегает. Как раз знак смирения и послушания, который младенец проявляет по отношению к родителям, к рестнам, и причем чем старше ребеночек становится, тем его свобода растет, а послушание уже чуть-чуть ограничивается. Если новорожденный младенец, он там даже не выбирает ему на спинке лежать или на животе и перевернуться просто технически не может, вот настолько еще он не свободен, то, конечно, там подросток, который еще, конечно, может и учиться, живет за счет родителей, тем не менее сам полностью как-то вот свой жизненный график формирует, и уже ничего ты особо с этим не сделаешь, да и в принципе ничего страшного. Поэтому перевоспитать взрослого человека этот вопрос надо относить прежде всего к себе. И вот если человек пришел ко Господу и говорит, «Господи, я действительно хочу за тобой идти, я хочу перевоспитаться». Но правда тяжело, вот привычки какой-то жизни без Христа, они сложились, и победить их сложно. Я вот просто в этом воспитан, как часто действительно бывает, там приходишь и исповедуешь человека в первой жизни очень пожилого. И он говорит, ну вот нас так учили, нас воспитывали в безбожное время, но я вот правда как-то не привык к этому. И это даже порой это бывает искусственное оправдание, порой ты чувствуешь, но человек сам это переживает. И вот здесь я бы открыл послание Колосинам, святого апостола Павла, третью главу и небольшой отрывочек прочел с восьмого стиха. «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его». Апостол Павел правда показывает, что взрослый человек, а все-таки тогда как раз он проповедовал и крестил целыми семьями, и поэтому равным образом крестились и взрослые дети, и тоже кому-то переучиваться приходилось людям, которые отнюдь не в христианстве возрастали. Так вот, все эти люди, они получают такой совет от апостола Павла, что да, первый шаг — это ты берешь и убираешь грех, хотя бы его внешнее проявление. Да, вот, может, гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие, они внутри еще остались, в нашем сердце мы гниваемся, но промолчали. Мы даже вырвались в сердцах, но на устах печать положили. Да, вот, что мы ходим, злимся, но все равно с человеком вежливо обращаемся. Да, возможно, это всего лишь воспитание. Вот как раз мы говорим перевоспитать. А может, этого воспитания и нет. Но мы берем и уже, и тоже надо помнить, что это только первый шаг. Но если мы с этого начинаем, не проявляем свой грех, который уже душу нашу заразил, что наш душевный грех не заражает еще наше тело, не берет власть над всей нашей человеческой природой, то это уже путь на перевоспитание себя. Шаг номер один. Однако, как вот если ты сделал шаг, а второй не делаешь, вот так завис, ну, как бы ты никогда не дойдешь до цели. И следующий шаг делать тоже нужно, и поэтому апостол Павел говорит, облегшись нового человека, ты совлекаешься ветхого человека с делами его. Но если ты не приходишь и не облекаешься во Христа, то у тебя ничего не получится. Именно поэтому человек, который берет и принимает крещение, то ему поют «Елица во Христа креститесь, а во Христа облекостись». То есть когда вы крестились во Христа, то во Христа вы облеклись. То есть человек, который жил грехом, получает силы, получает благодать, жить добродетелю, спасаться, который у некрещенного человека нет. Именно поэтому, ну, странно, такие же мерки, такую же планку добродетели ставить для крещенного и некрещенного человека. Ну, а тут можно посмотреть на нашу ситуацию, нашей Родины, и все-таки большинство людей крещены в детстве. И, ну, тем не менее, надо помнить, что крещение — это таинство, которое не смывается, но, тем не менее, оно актуализируется через общение с Богом в Таинстве Божественном и в Христе. Поэтому человек чувствует, да не, я буду рад жить по-христиански, а сил-то нет. Но как раз мы берем и облекаемся во Христа, когда приходим, и, покавшись, приобщаемся к святых христовых тайн. Мы облеклись в нового человека, облеклись в Христа и Спасителя нашего. И как апостол Павел в другом месте говорит, «Не я живу, но живет во мне Христос». Вот тогда реально спастись, тогда реально добродетели делать, тогда реально грех победить, тогда реально то, что ты сделал на усилие, вот как бы сжав зубы, не выплеснул вот этот грех в окружающий мир. Для тебя это становится нормой, не усилием, а то, с чем ты можешь бороться, в принципе, как само собой разумеющимся. Поэтому, дорогие братья и сестры, надо помнить про этот второй шаг. Однако не забываем про первый, потому что, наоборот, для воцерковленных людей есть другое искушение. «Ой, я пришел, я приобщился в святых христовых тайн, я вот облекся во Христа, облекся в нового человека». А не забыл ли ты сделать первый шаг? Потому что то, что ты облекся во Христа, это тебя не освобождает от того, что ты должен где-то делать на собой усилия и тоже свои страсти останавливать, чтобы хотя бы вовне они не проявлялись.